Запись ставлю. Сегодня разберем создание простых стат. Я просил вопросов написать по простым статам. Вопросов написали немного, так что я, наверное, вначале немножко навалю базы, а потом отвечу на эти вопросы в конце, под конец. Я здесь поставил базу с никами из наводки. Из задания 1, вот курс стандартный компас свела, из задания 2. У меня алиас есть, курс МТТ наводка. Обычный стандартный попап, покупной условный. Сюда выложены разные статы стандартные, которыми пользуются разные статоделы. Ну и такое же в кэше. Курс под кэш. Открывается какой-то попап, все статы посчитанные. Обычные. А нам нужно, в задаче стоит, какие-то кастомные создать, сюда добавить. Как мы будем это делать? Я сразу скажу, что я статодел не профессиональный. Профессиональные сейчас, возможно, будут в шоке от того, что делаю я, но на базовом уровне, мне кажется, я их создаю нормально, и у меня все работает. Поэтому вот до необходимого уровня минимального ответить на ваши вопросы, любые я смогу, и показать, как я это делаю, я тоже, скорее всего, смогу. Хотя, опять же, какие-то профессиональные статоделы могут быть в шоке от моих приемчиков, потому что они, возможно, там слишком много времени занимают. Значит, я их всех создаю, во-первых, в Range Research. Их можно создавать напрямую в попапах. Мне это дело не нравится, по той причине, что в Range Research стат проще всего потестить сразу. И чаще всего, когда ты эти статы строишь, тебе их нужно быстро посчитать на поле, то есть их нет смысла засовывать в попапы, их можно просто рассчитывать в Range Research. Поэтому в Range Research, где мы в прошлый раз что-то тестили, в папочке Botbusters создаем новый репорт, назовем его TestStats. TestStats. Тут можно выбрать, на что мы будем считать, какой кэш или мтт, но это нам не важно абсолютно, потому что мы просто хотим создать статы. И нажимаем, соответственно, здесь вкладочку Create Popup. Можно нажать вкладочку CreateStats, и тогда можно создать один стат. Но так как у нас будет группа статов, которую мы хотим создать, нажимаем Create Popup. Ждем. Открывается такое окно, Popup Editor. Здесь вот есть плюсик. Сразу нажимаем на плюсик и нажимаем создать таблицу. Открывается таблица на сколько-то клеточек. В эти клеточки можно записывать статы, текст, все что угодно. То есть то, что вы запишите в эти клеточки, будет по итогу условно Popup. Количество клеточек можно расширить кнопками Alt-S, Alt-D, Alt-A. Если правой клавишей нажать на любую клетку, здесь будет Add. Добавить колонку слева, колонку справа, ряд снизу, ряд сверху. Это все Alt-A, Alt-D, Alt-V, Alt-S сочетания. Допустим, Alt-D я нажму, добавляется один ряд клеточки. Можно это удобно прожимать на клавиатуре, и они расширяются в обе стороны до того размера, который вам нужно. Сразу рекомендую вот эти клеточки в левый верхний угол переносить, чтобы в Popup внутри потом они у вас не уезжали куда-то вниз. Теперь, значит, что будем создавать. Допустим, какие-нибудь базовые статы, пересоздадим их. Допустим, это будет Single Raise Pod, C-Bet Flop для Razer IP. Он будет общий. Он будет на высокой доске с FlashDraw. Ajx, Ajx Plus FlashDraw. Он будет на низкой доске без FlashDraw. Дальше он может быть с разбивкой по сайзингам. Допустим, нам нужен сайзинг от 0 до 28%. Границы могут быть любые. На ваш вкус, как вы потом посчитаете нужным. Просто как пример пишу какие-то случайные диапазоны. Допустим, от 42 до 65, от 65 до 105, от 105 до 165 и больше, чем 165. Дальше что еще создадим? Создадим, допустим, будет баррель ривера общей, позиции без позиции. Допустим, здесь будет баррель ривера тотал. То есть баррельговая линия, где оппонент на ривере находится либо в позиции, либо без позиции. При этом он ставил на терне. И допустим, нам это нужно будет тоже с разбивкой по сайзам от 0 до 45%. От 45 до 90%, от 90% до 130% и 130% плюс. Дальше. Допустим, добавим какие-нибудь чеки, опять же, тоже в позиции без позиции. Пускай будет там чек ривер тотал. Чек ривер тотал. Общий чек в позе без позиции. И добавим чек в баррельговой линии. Значит, чек ривера после барреля терна. И, допустим, чек ривера после чек-чека терна, чтобы линия была не баррельговой. То есть в это пойдут любые, все возможные ситуации, где в позе без позиции можно было чекнуть. А здесь будет чек после того, как мы колили ставку терна. А здесь будет чек после того, как мы чек-чекали терна. Ну, это принципиально разная ситуация. Допустим, стоит задача как-то разделить. И какие-нибудь фолды. Фолды пропишем. Тоже в позиции без позиции. Допустим, это будет фолд ривера, опять же, общий тотал. Фолд ривера после барреля терна. И фолд ривера после чек-чека терна. Ну, то есть опять то же самое. Такая же логика с чеком. Что тут есть общий чек, общий фолд. И как-то тут можно подразбить на то, какая линия была. Можно еще глубже подразбить. Там это можно в сингл рейс-поте, в трибет-поте, в лимп-поте. Там какие угодно фильтры на префлоп ставить. Какая-то ноут все это позволяет. И потом, значит, в конце там ваше задание. Я уже, наверное, потом буду этот чат с вопросами читать. С простыми статами. Два чипа-чипа. Два было. Коусейму и биберам. Все равно запишу, чтобы я не забыл. Чип-чип-1. Чип-чип-2. Коусейму. И биберам. Как там был? Бим-бим-бим-брам-брам. Ну. Бим-бим-брам. Какой-то хотя бы один будет. Только лонку расширяет. Значит, если хотите что-то еще по запросу, вы можете сказать, я создам. То есть это не то, чтобы слишком много усилий занимает. И сейчас, собственно, будем создавать. Значит, начнем с первого. Нас интересует здесь, допустим, конбет флопа за рейзера в позе. Нажимаем правой клавишей на вкладочку. Нажимаем создать. И здесь выскакивает стат бэйдж. Крешмон стат. Крешмон стат. Это сложный стат, который состоит из выражения простых статов. Но у нас сегодня простые статы. Поэтому нажимаем стат. Создаем простой стат. Выскакивает окошко с созданием стата. Сверху сразу можно написать его имя. И это вам очень важно, если вы собираетесь этот стат потом серчить. Они в дефолте создаются стандартными именами. Типа там new name 1, new name 2, new name 3 и так далее. У меня уже до 372-го дошло. Я их не переименовываю, если мне не нужно работать с ними в range research. Но если вам нужно будет с ними работать в range research, типа пробивать по этим статам кого-то, то есть серчить, выставлять их в строку, то название этого стата должно быть уникальным. Соответственно, давайте я напишу какое-нибудь уникальное название. Допустим, bb, нижняя черта, нижняя черта, тест, тест 1, тест 1а. Можно, как бы специальные статоделы, обычно они указывают здесь линию. Какой линии этот стат соответствует. И он там типа разрастается очень-очень стильно. Но если вам не нужно эти статы потом никуда продавать, а вы делаете для себя, названия могут быть простые, которые вам потом легко будет в range research забивать, чем на одну длинную строку, описывая всю линию целиком. Так, дальше. Есть варианты. PlayerRace, PlayerCall, PlayerFold, PlayerBet, PlayerCheck, VillainRace, VillainCall, VillainFold, VillainBet, VillainCheck. Player это игрок, чьи действия мы исследуем. То есть если у нас здесь конбет флопа за рейзера в позе, а наш этот чувак, который является рейзером в позе, то есть он открылся, получил кол от кого-то, кто-то почекал там на флопе, и вот он ставит конбет, он, соответственно, плеер, он плеер. То есть на флопе нужно записывать, что... Ну, нет, давайте на префлопе вначале, да, что этот наш плеер, да, чтобы прийти на флоп, он должен вначале открыться на префлопе. Значит, он должен сыграть префлоп рейз. Сразу же здесь, когда нажимаем префлоп рейз, открывается окно с выбором всех характеристик, какие могли произойти, когда этот плеер играет рейз. В первую очередь отображаются позиции. Профессиональные спотоделы просят позиции указывать на вкладочке префлоп. Вот здесь вот плеер позишн говорят, что точнее. Но я, честно говоря, разницы особо не чувствую, и я как бы их указываю вот прямо вот в этом окне, и вроде работает нормально. Соответственно, чтобы получить спот рейзера пеп, игрок должен открыться на любой из свободных позиций, кроме маленького блайнда. Ну, естественно, на большом блайнде он быть не может, что он должен сидеть на одной из свободных позиций. Поэтому зеленая вкладочка – это кнопочка, когда позиция прожата, то есть она активная. Белая, соответственно, когда она не прожата, она неактивная. То есть я сделаю активными позициями все, кроме маленького блайнда, большого блайнда. Дальше. Опции. First player action on the street, last player action on the street, first non-fold action on the street, last non-fold action on the street, first race on the street. Галочки очень важные. Сейчас разберемся, что они означают. Первая галочка. First player action on the street. Если она прожата, означает, что вот этот вот рейс был первым от игрока на префлопе. Ну, что он является первым. Если мы ее не прожмем, то попадут сюда ситуации, где этот наш игрок открылся, потом ему кто-то поставил рейс, ну, или там сквиз, или трибет, что угодно, и он играет 4B, три рейс. И если эта галочка не будет прожата, что вот этот вот его первый рейс, он типа первый на улице, будут попадать разные другие ситуации, которые нам здесь не нужны. Last player action on the street означает, что это последнее действие игрока на улице. То есть, если я ее прожму сейчас, это означает, что у нашего игрока не было возможности нажать никакую кнопку на префлопе после того, как он сделал этот рейс. То есть, ему не прилетел ререйс ни от кого, ни сквиз ни от кого. У него не было опции выбрать fold, call или рейс еще раз. Соответственно, нам эта галочка, чтобы прийти в single race pod, нам эта галочка тоже, оказывается, нужна. Третья галочка. First non-fold action on the street. Если мы ее не прожимаем, если мы ее прожимаем, давайте начнем с этого, если прожимаем, тогда вот это действие рейза нашего плеера, оно является первым среди всех, кто мог вступить в игру в данный момент. То есть, если я ее не нажимаю, будут попадать ситуации, где кто-то полимпил, допустим, вилайн какой-то call сыграл, а мы его рейсим. Кто-то, допустим, порейзил, а мы его рейсим снова. Соответственно, она нам тоже нужна, потому что мы хотим, чтобы мы здесь были первый preflop raiser, и потом нас поколил большой blind или маленький blind, и мы вышли с ними на послоп. Соответственно, эта галочка третья нам тоже нужна. Четвертое. Last non-fold action on the street. Это имеется в виду, что... Я, честно говоря, никогда ее не нажимал, и не очень понимаю, зачем она нужна. Ну, видимо, она обозначает последнее активное действие, что наш игрок закрывает экшен, что вот он сделал какое-то действие, и после него никакого экшена на улице не было. Ну, нам эта галочка не нужна, потому что нам нужно, чтобы мы открылись, а после этого нас покоили blind, ну, соответственно, там что-то должно происходить. И последняя галочка first race on the street, что это первый рейс, который был на preflop, но она нам тоже не очень сильно погоды делает, потому что мы с сочетанием первых трех галок добиваемся этого эффекта, поэтому она нам не нужна. Дальше. Можно указать stack size. Можно указать в blind, можно указать в M. В M уже, наверное, лет 10. Никто стейки не считает. Но если вдруг кому-то нужно, можно считать и в M, а не в blind. Если нужны какие-то, можно указать границы. Можно указать в эффективном stack size границы. Эффективный stack size будет считаться по максимальному размеру стейка, который есть у игрока, то есть человека, действия которого мы исследуем, и всех остальных игроком за столом. То есть если у него 80, а у всех остальных максимум 60, то эффективный stack 60. Ну и, соответственно, наоборот, если у него 80, у кого-то там 120, который сидит за ним, то эффективный stack все равно будет 80. Это все можно поуказывать stack size в отношении к банку, который лежит на префлопе. Эффективный stack size, деленный на банк. Эффективный stack size, деленный на previous billion bad size. Но так как мы первые открываем, тут никто не мог открыться никаким размером. Поэтому нас это не интересует. Можем указать размер ставки, который мы открываемся, опять же, и в блайндах, и в М. Но всегда рекомендую указывать в блайндах. И здесь такой еще момент, что если вы хотите дробное значение использовать, очень важно это дробное значение записывать через точку. То есть, допустим, мы хотим исследовать sizing open от 0 до 3 и 2 blind. И если я здесь запишу запятую, стат будет иногда баговать. Иногда эта запятая преобразуется в точку, и все нормально. Но иногда эта запятая багует и считается некорректно. Поэтому всегда рекомендую прописывать сразу точкой. То есть, допустим, от 0 до 3 и 2. Возьмем такой фильтр. Дальше, дальше, дальше. Можно указать, является ли действие алленом или исключить аллен из действия. Нам это сейчас тоже не нужно. Бэтсайз, деленный на превьюс вилен бэтсайз, это, соответственно, отношение размера рейза к какому-то предыдущему рейзу. Но это в отношении 3 бетов можно использовать, если нам нужны будут 3 беты. Позиция на постфлопе. В позиции к игрокам, которые впипнули, или без позиции к игрокам, которые впипнули. Не будем указывать, потому что это всегда можно прописать вручную, не пользуясь настройкой. Можно вручную отметить игроков, которые сыграли call, ну и, соответственно, автоматически будет появляться получаться ситуация, что либо мы находимся в позиции, либо без позиции. Соответственно, этим я особо тоже никогда не пользуюсь. Rack или Fish. Does it matter? Неважная абсолютно кнопка. Был вопрос там в чате, чуть попозже на него отвечу. Из Hero. Является ли плеер Hero? Hero тоже абсолютно неважная опция, потому что Hero здесь, это имеется в виду, если вы себя зададите в Hand2Note, как главного пользователя, Hand2Note, пропишите сюда свои ники, вы будете считаться Hand2Note как Hero, ну и, соответственно, ваши действия можно будет исследовать. Я этим не пользуюсь никогда, и в рамках исследования эта кнопка тоже никогда не нужна. Количество игроков, которое осталось. Здесь может быть полезная, кстати, опция, если нужно какие-то там отдельные ситуации с большими столами. Если маленький стол надо исключить, можно ее использовать, но обычно исключение маленьких столов я использую всегда через самую последнюю опцию, вот Preflop Details, Initial Pot, Initial Preact Count. Initial Pot нам не очень важно, какой он размер, а вот Initial Player Count важно. И, соответственно, если здесь будет стоять, по дефолту стоит от 2 до 10, то будет попадать раздача с HeadZap. Бывает такое, что раздача с HeadZap в статах, которые вы собираетесь исследовать, они довольно сильно искажают картину, и HeadZap нужно исключать. Для того, чтобы их исключать, нужно здесь ставить настройку, что игроков в раздаче на Preflop от 3 до 10, то есть кэпать количество игроков снизу на 3 человека, чтобы изначально попадать в ситуации, где Button может открыться, SB может сыграть, VB может сыграть, чтобы исключить HeadZap. И стата можно отдельно, соответственно, исследовать только HeadZap, прописывая статы только там где-то от 2 до 2 игроков сидела на Preflop, чтобы они захватывались. Ну, соответственно, для всяких там общих статов рекомендую HeadZap исключать, потому что HeadZap игра довольно лузовая, и она потом оказывает довольно сильное влияние на общую картину за полными столами. Поэтому сюда настройку от 3 до 10 ставлю. дальше что происходит? Дальше VLAN нас кто-то заколировал. Нас кто-то заколировал, чтобы нас заколировали blind, либо маленький, либо большой blind. Прописываем сюда, что VLAN call. И удобно здесь, удобнее всего снимать эти галки или подключать на позицию кнопками check-all или uncheck-all. Если нужно мало позиций указать, мы собираемся указать только SBBB. Это мало связано. Проще все снять и прожать SBBB, чем все будут нажаты, и мы будем просто по очереди перекликивать все, пока не останется только SBBB. Поэтому можно uncheck-all сразу выбрать позиции, которые нам нужны. Если бы нам здесь нужна была игра только против BB, допустим, Razer против BB, RBBB spot, мы бы, соответственно, SB исключили. А если нужно было бы отдельно против SB, ну, соответственно, BB бы исключили, оставили бы только SB. Ну, в данном случае у нас фильтр этого не стоит, задача с ним работать не стоит, поэтому оставим и маленького и большого блайнда и пойдем на флоп. На флопе сразу прописываем, что игроков в раздаче двое. Игроков в раздаче двое. Тут такое дело, что если мы пропустим какой-то экшен от... Мы как бы можем здесь указывать действия, пропуская экшен, который будет на улице, не описывая его целиком. Если я сюда, допустим, пропишу, что у меня будет игроков от трех до трех, то будут проскакивать раздачи, где мы открылись, да, ну, с любой позиции, игрок на СБ или ББ поколил, а дальше все, что угодно. Ну, соответственно, допустим, мы открылись на Катофе, игрок поколил на СБ, а дальше все, что угодно, игрок на ББ может нажать тоже кол и залететь на флоп. И такие ситуации будут попадать. Чтобы их исключить, на флопе проще всего поставить фильтр, то, что на флопе сидит два человека. Соответственно, после того, как мы открылись на рандомной позиции, СБ ББ заколировал хотя бы из них, и на флопе находятся два человека, не может проскочить больше сюда никакой другой ситуации левой, которая нам не нужна, которая нас не интересует. Соответственно, переходим на флоп. На флопе мы находимся в позиции, оппонент находится без позиции, и, соответственно, он принимает решение первое. Нам нужно, чтобы попасть в ветку конбета флопа, нам нужно, чтобы он чекнул. Мы прописываем сюда вилейн чек. Вилейн, который сидит на маленьком большом блайде, что он чекает. Можно здесь характеристики, эффективные стейки, записать все, что угодно внутри. Этим можно пользоваться, если будет нужно. Я обычно этим не пользуюсь, но бывает иногда пользуюсь. Иногда надо. Мы, соответственно, можем поставить конбет. Ну вот прописываем playerbet, и это будет наш конбет флопа, который мы исследуем. В этот конбет флопа, если нужны будут какие-то разбивки по сайзам, чуть позже их сделаем во втором блоке, можно их вот сюда записать. Ну, соответственно, все. То есть вот этот первый стат, который мы создали, нужно обязательно нажимать кнопочку save, чтобы он сохранился. Есть кнопочка test. По кнопочке test вываливаются раздачи, которые соответствуют тому стату, который мы написали. Я первое время, когда начинал работать с контентом, я довольно сильно путался с всеми этими настройками и довольно часто ее прожимал, чтобы посмотреть, а правильно ли я вообще создал или нет. Ну, соответственно, здесь можно посмотреть либо по, ну, скажем, по синтаксису, по тексту, который пытается, что кто-то открылся, кто-то поколил, оппонент поколил, поставили конбет флопа. Наш герой, плеер, он в этой графике всегда будет подчеркнутым, подчеркнутым, подчеркнутой линией. Его действия будут всегда подчеркнуты. Внутри их можно раздача раскрыть либо через реплеер, что я делать не рекомендую, потому что реплеер у хэнтоноута постоянно лагает и он может подвисать там на минуту, на полторы минуты просто на ровном месте, просто от действия. Но в реплеере можно посмотреть, что раздача попадает, которая нам интересна. То есть кто-то открылся со свободной, BB здесь поколил, соответственно, приличный на флоп, если нужно ставить конбет флопа. Можно их смотреть через развертку. Развертка — это вот 4 полосочки, последняя кнопка, когда ее нажимаешь, раздача вылетает. Вылетает текстом, ну, соответственно, нас здесь интересует, чтобы всегда попали все раздачи, которые мы хотели, что кто-то кто-то ставит конбет флопа. Открылся со свободной, и потом ставит конбет флопа. Тут снова открылся со свободной и ставит конбет флопа. Ну, соответственно, если все, например, соответствуют тому, что мы хотели, ну, значит, все правильно. Сохраняем стат, оставляем его так. Теперь, значит, нам нужно добавить фильтр на доску. Можно сделать то же самое, то есть там создать стат, заново все это прописывать, все настройки указывать, делать абсолютно ту же работу, которую мы проделали, но это долго. Это долго. Поэтому, что мы делаем? Мы берем предыдущий стат, потому что, ну, это у нас есть уже конбет флопа готовый. Мы его копируем. Копировать его можно через Ctrl-C, ну, либо правой клавишей, правой клавишей и нажимать копи. Ну, он точно так же через Ctrl-C копируется, как любой обычный текст. и в эту ячейку, следующую, да, где у нас будет конбет флопа на высокой флешдроу доске, его через Ctrl-V вставлять, да, либо правой клавишей пасты, ну, либо просто Ctrl-V на клавиатуре. И после того, как мы вставили его, он у вас одинаковый. Что здесь, что здесь, у вас одинаковый стат. Если я изменю один из них, изменится второй. Это очень важно. Для того, чтобы его сделать обособленным, нужно прожать на него правой клавишей и нажать кнопку клонировать. Клонировать и вставить. Извиняюсь, Shift-X. Клонировать и вставить. Тогда в этот момент хэндонод создает его копию и помещает его копию на место ячейки, в которой он стоял. Эту копию нужно сразу обязательно переименовать, чтобы он отличался. Вот здесь был BB нижняя черта, тест 1А. Сейчас будет BB нижняя черта, тест 1Б. Обязательно переименовать, чтобы они не смешивались. Они, конечно, хэндонод их не будет смешивать, потому что все статы у него даже одинаковые. Я сейчас покажу. Они имеют, они сохраняются в папочку filters, и они имеют разный префикс. У меня здесь, допустим, вот ньюнейм 371, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Я все клонировал. Клонировал один на тот же стат, но я не менял имя, потому что мне не нужно было с ним работать в рамках запроса в Range Research. И я просто там одного стата делал много копий с какими-то небольшими изменениями. И у них у всех, вот этих ньюнейм 371, у них в скобочках стоит их, ну, типа, как индекс, да, или префикс, по которому hand to note сам внутри, он отличает один ньюнейм 371 от второго ньюнейм 371 с помощью вот этого кода, который стоит в скобках. Поэтому, если не переименуете, сам hand to note отличит один стат от другого, но вы в Range Research работать с ним не сможете. Поэтому, если собираетесь работать в Range Research, то нужно их обязательно переименовать. Дальше, такой момент. Вы, наверное, заметили, что у вас, когда вы нажимаете создать стат и в hand to note что-то создаете, у вас работает это моментально. У меня происходит небольшая задержка. Здесь есть такой, ну, не то чтобы баг, но все статы, которые вы создали, они складываются в папку cprogramfiles.hand to note.config.filters. Вот у меня здесь их всего на 1144. Чем больше их в этой папке копится, тем медленнее будет работать hand to note с созданием статов и изменением новых, потому что, ну, как будто бы он там просматривает все там, которые у него есть в этой папке, это занимает какое-то время, и чем их больше, тем дольше составляет эта задержка. Чтобы от этого избавиться, можно внутри filters создать любую папку совершенно, допустим, ну, вот у меня здесь есть old, и, соответственно, вот эти вот все статы из от корневой папки filters перенести в любую подпапку внутри filters, и hand to note перестанет лагать. То есть он как будто бы проверяет чисто корневую, а то, что внутри других папок он не проверяет. Поэтому их вот из этой папки filters в любые подпапки, которые внутри filters находятся, вот которых у меня тут много, ну, какая-то соответствует какому-то попапу, какая-то просто там мной созданная, куда я там старые статы переносил, они все будут рабочие, но когда, как только вот начинает забиваться количество статов внутри фильтрса, да, ну, больше там 500, больше 1000, уже там какая-то задержка становится ощутимая, я рекомендую внутри папку создавать, рандомно ее называть и, соответственно, все старые туда переносить, они все точно так же будут работать, но лагать хэнтоноут не будет. Так, значит, мы здесь, собственно, создали новый статус BBTest1B. Сейчас нужно добавить фильтр на текстуру. Нас интересует здесь высокая текстура с флешдром. Для того, чтобы добавить фильтр на текстуру, идем в хэндстрендс и указываем здесь. Здесь есть настройки доски на флопе Терни Ривери, которые можно указать. Нас интересует, чтобы флоп был высокий. Если я здесь включу галочку хайкарт на флопе А, это означает, что попадет в фильтр любой флоп, на котором есть хотя бы один туз. Если я включу две галочки туз или король, соответственно, попадет любой флоп, на котором есть хотя бы туз или король. Ну, соответственно, четыре галочки на даму и валет, любой флоп, на котором есть хотя бы один туз, король, даму или валет. То есть, ну, любой флоп с хотя бы одной высокой картой. Оставляем так. Дальше. Тут такой момент, что первая ошибка, которую я делал, и все делают, что условия, которые вы будете прописывать на текстуру, их, ну, в каждом из этих условий, желательно, ну, даже, давайте так, обязательно прописывать в новое окно. Здесь. То есть я могу сюда добавить, допустим, три спарку, три карты одинаковые на доске. И этот фильтр у меня не сработает. Он сработает как что? То есть здесь должно быть либо три одинаковые карты на доске, либо на доске должен быть туз, либо на доске должен быть король, либо на доске должна быть дама, либо на доске должен быть валет. То есть любое из этих условий сработает в hand-to-note, но они не сработают там одновременно. Для того, чтобы они работали одновременно или для того, чтобы, ну, там более сложные условия писать, нужно каждое, каждое, каждое в отдельный блок. Соответственно, второе условие, которое нам здесь нужно, нам нужно флешдрон на доске. посмотрим где у нас здесь все три карты одной масти две карты одной масти три карты разной масти соответственно ставим что две карты лежит одной масти там нужно то есть у нас будет высокая доска и флэш-дром теперь такой нюанс очень важный при создании текстур когда эти два блока стоят отдельно друг от друга и я сейчас нашему кнопочку тест у меня сюда будут попадать и высокие доски и доски с флэш-дром то есть будет попадать либо вот это условие либо вот это условие то есть дома 45 то она не подходит потому что мы хотели забыть мы хотели высокую доску с флэш-дром она просто высоко просто из дамы high но на ней флэш-дроме а это произошло потому что мы между этими двумя условиями не поставили они поставили объединение чтобы поставить объединение нужно через control вот это очень важный момент который мне я понял через месяц использования создания стат в hand to note который почему-то нигде не описан в ну по крайней мере раньше не был нигде описан когда мы все четыре года назад разбирались и работает он так значит нужно вы выбрать один из блоков зажать control и выбрать второй из блоков чтобы они выбрались 2 выделитесь через control и после этого открывается открывать новые кнопки и открывается кнопка and открывается кнопка or то есть в дефолте они если они вот так вот прожаты они работают как будто бы or что любое из них если любой из них выполняется значит стат проходит нам нужно чтобы оба они выполнялись соответственно их нужно оба выделить и прожать and и объединить их через через and через жесткое условие что должна быть и высокая доска и на ней должно лежать флэш-дром нажмем тест теперь все доски которые попали они высокие статус флэш-дром есть дома валет валет флэш-дром валет 65 флэш-дром туз 4 то есть на каждой из них есть и высокая карта хотя бы 1 туза до валета и флэш-дром обязательно и соответственно таким образом у нас все работает сохраняем нажимаем save закрываем копируем вставляем правой клавишей клонировать и вставить создаем новый стат на низкую доску низкую доску без флэш-дром сразу же его переименовываем до вместо буквы b ставим букву c что это у нас новый стат идем в наше условие на флэпе и здесь теперь значит если у вас было сложное какое-то условие и вы не хотите его ну сразу удалить удалить его можно крестиком есть кнопочка on group где можно его распаковать на все составляющие потом с этими составляющими что-то сделать с первой составляющей нам соответственно нужно низкая доска на низкую доску можно то есть можно на это условие поставить отрицание что на доске нету туза короля дамы валета и в принципе будет работать можно вместо туза короля дамы валета выбрать что самая старшая карта на флэпе это десятка ой куда-то они у меня улетели еще раз самая старшая карта на доске это десятка то есть десятка девятка восьмерка или семерка чтобы чтобы вверх высокие карты не попадали в условия условия по доске и здесь было условие что лежит две карты одной масти можно на него поставить отрицание до соответственно не будет двух карт одной масти на доске либо можно вместо этого условия поставить что все все три карты все три карты доски лежат равным равной масти принципе одни и те же условия по текстуре можно задать разными методами и это не они не противодействуют другому друг другу и они по идее на выходе будут давать то же самое единственный такой момент что если допустим мы захотим ставить через отрицание нам нужно будет поставить через отрицание что лишь не лежит две карты одинаковые масти на доске и не лежит три карты одинаковые масти на доске эти два условия объединить в одно чтобы они оба выполняются и потом это условие объединить с тем что доска у нас лежит низкая то есть это тоже будет рабочий метод в котором мы получим низкие текстуры без сушь дроп проверим 469 низкая флэш-дро нет 732 низкая флэш-дро нет 1082 низкая флэш-дро нет 10 56 и так далее вот все сделали соответственно сохраняем закрываем идем дальше дальше как работает создание статов с разбивка по сайзам здесь я делаю то же самое я в беру вставляю наш общий конверт флопа которому уже создали в этот алкну потому что это как бы он есть да чё нам тут чё нам тут париться и собираюсь его фильтровать по сайзингу который был применен в раздаче соответственно то же самое я его вставляю в следующую в следующий блок нажимаю клонировать вставить переименовываю здесь уже будет пускать с2 с2 а ну что новый блок статов и на наше действие где мы ставим конверт флопа ставлю условия что сайзинга нашей ставки составляет от 0 до 28 процентов поток банку здесь очень часто те люди которые только-только начинают с хэнтоноутом они путают вкладочку бэдсайз в калочку бэдсайз для он на банк вкладочку бэдсайз деленное на привез вилен экшен бэдсайз они почему-то у всех смываются в одну и нам здесь нужно поставить что наш размер ставки к банку он ну чтобы мы ставили от 0 до 28 процентов банка он находится от 0 до 0 до 28 банка а в этом диапазоне лежит и вот ошибка людей которые только-только начинают работать с хэнтоноутом состоит в том что они вот это значение записывают в первую вкладку где она выражена в блайндах то есть если вы записать в первую вкладку получится что конверт флопа который мы поставим он должен составлять от 0 до 0 28 блайндов и это естественно билиберда и хэнтоноут не найдет ни одной раздачи соответственно условия нужно по сайзингу относительно банка записывать на строчку которая обозначает соотношение бэдсайзинга к размеру банка на улице можно также записать там в бца изделенное на и не шел под на начальный банк который был если допустим перед нашим экшеном там что-то что-то было другое и вы хотите ник вот к текущему размеру банка выразить вашу ставку а к тому который был в самом самом начале на улице можно выразить ее относительно ставки соперника если эта ставка была но в нашем случае при конвете флопа этой ставки нет можно к эффективному стек сайз его ее выразить можно указать аллен аллен то или не аллен можно указать позицию позиции мы здесь автоматически находимся так как оппонент чекнул и он заколил на sb или bb то есть у него точно гарантированно здесь позиции нет на флопе поэтому галочку что мы находимся в позиции про можно не прожимать на она как бы и так автоматически работает ну если такого бы условия у нас раньше не было то можно было бы ее прожать чуть позже это сделаем так что вот просто пишем от 0 до 0 28 сохраняем сохраняем и поехали дальше значит снова control c control в правой клавиши клонировать ставить переименовываем а на б в player bat меняем от 0 0 0 28 значит меняем на от 0 28 до 0 42 можно тестом опять же параллельно все проверять правильные ли сайдинги попадают которые мы указываем соответственно правильно ли это граница да то есть 0 28 точно она куда попадет и туда и туда она попадет то есть по хорошему здесь можно это обходить двумя способами можно ее прописывать не точно например не 28 и все до 2801 и тогда ну соответственно 028 повойдет в предыдущий блок можно ее прописывать не мейнстримовый второй способ можно прописывать не мы стимы не такой у кого на которую у многих игроков стоит кнопка авто авто бета то есть допустим не ставить ее на 50 процентов оставить на 49 процентов не ставить ее на 33 процента по то ставите на 31 процент по то тогда в нее точечно попадет очень мало очень очень мало игроков будет очень мало дубликатов если вот на такую границу нацеливаться то дубликата не принципе не что не влияет да и в принципе даже если они на мейнстримовую кнопку падут они тоже особо-то ни на что не влияет потому что их не очень много вот так что 0 28 0 42 а б переименовал идем дальше 0 42 0 65 следующий блок правой клавиши вставляю клонировать и вставить 0 42 0 65 сохраняю и и переименовываю снова сохраняя снова планируете ставить не цад здесь 0 65 1 0 5 до условия 1 0 5 1 65 можем проверить были ли такие вообще вот кто-то ебанул 8 и в банке 8 он поставил 8 но банки 7 с половиной он поставил 8 все все попало то есть банки 7 877 то есть все работает так и какие-то верба то до бесконечности так значит вот таким образом делать элементарная разбивка после зам то есть у вас есть один созданный стат базовый и вы на него просто там раз разом накидывайте накидывайте докидывайте докидывайте условий дальше пойдем третий блок значит общее баты ривера здесь общий барринг ривера барринг в позиции барринг без позиции ну создадим мы не можем использовать баттопа потому что он логически не имеет отношения к этому стату поэтому создаем новый называем его bb тест 3 а нас интересует здесь баррель ривера в позе баррель ривера в позиции соответственно чтобы мы могли поставить позиции кто-то должен чекнуть правильно значит вилан чекает мы ставим мы ставим можем здесь прописать что мы находимся в позиции и прописать что на ривере находится два игрока но это важно для условия дальше дальше нам нужно указать что это баррель ринг чтобы это был баррель ринг нам нужно на терне на вкладке терна указать что мы тоже делали ставку мы тоже делали ставку то есть мы делали ставку и на терне и на ривере и соответственно чтобы исключить споты где мы сделали ставку на терне Получили рейс, заколировали И потом перешли на ривер Оппонент чекнул и мы ставим флот Но это как бы не баррелинговая линия Она нас не интересует Нам нужно указать, что на терне Здесь наша ставка была последним действием Игрока на улице Что у нас не было возможности Использовать другие кнопки После того, как мы эту ставку сделали Нам не представилась возможность Сыграть фолт, колл или рейс На рейс оппонента То есть после нашей ставки Либо все выбросили Либо кто-то заколировал И мы перешли на ривер Ну, соответственно, если все выбросили То ставка не попадет Так как у них здесь есть условия Какое-то на ривере что-то происходило Но если кто-то заколирует Он как раз попадет Соответственно, все Нажимаем тест Проверяем по панделе Поставил на терне Оппонент заколировал Перешел на ривер Оппонент зачекал Ставит баррель ривера Кесари Поставил на терне Оппонент заколировал Переходит на ривер Ставит баррель ривера Здесь такой момент Что если мы не указываем Что происходило на префлопе На флопе На терне До того, как мы сделали ставку После нее больше ничего не произошло И мы перешли на ривер Баррельем Сюда, соответственно, на префлопе В флопе может попасть все, что угодно Может попасть лимбанки Могут попасть изолейт банки Могут попасть синглрейс банки Могут трибет банки Если в условии будет стоять задача Поисследовать баррель ривера Допустим, после После Канбета флопа Канбета терна Канбета ривера В синглрейс поте Естественно, на это условие Нужно будет пихать И в префлоп И на флоп И то же самое В трибет поте Нужно будет задавать Трибет банк на префлопе Дальше прописывать Что был баррель на флопе Терне ривере Либо, допустим, будет стоять условие Такое, что на флопе Игрался чек-чек И надо интересует баррель после отложки Отдельно Соответственно, на флопе Нужно будет прописывать чек-чек И на префлопе Прописывать линию Так, как вы ее видите Но в данный момент Этого условия не стоит Стоит только что Это просто общий баррель на кривера По всем спотам Которые были в игре Ну, и, собственно, он создан Сохраняем Давайте я везде здесь Я здесь не написал Что игра-то идет Один на один На целевую улицу А надо было бы написать Это вот важный момент Что игра в хедзап-банках На целевой улице Которую вы исследуете Она довольно сильная Ну, их статистика С хедзап-банков На любой целевой улице Которую вы исследуете Она довольно сильно Отличается от статистики В мультивей-банках Поэтому их лучше Друг о дружке Всегда разделять Ну, то есть Просто банально Фолд на ставку От одного оппонента В хедзап-банке Он механически Рассчитывается Совершенно по-другому Если вы играете один на один Относительно того Если вы играете в бутерброде Там и диапазон Ставки оппонента Мультивей будет сильнее И после вас сидит Соответственно Еще один оппонент И который может Дать экшен И ваш рейндж С которым Солвер готов Респонсить На ставку оппонента Он будет гораздо Тайтовее И, ну, значит Чистое значение Фолда довольно сильно Плывет И в этих Во всех исследованиях Лучше вот хедзап-банки От мультивей-банков Разделять И их ресерчить И следовать отдельно Дальше, соответственно Здесь стоит задача Накинуть фильтр По сайзингу По сайзингу Ривера Ну, здесь просто Копируем Копируем Вставляем стат Нажимаем клонировать И вставить Переименовываем А в Б И на наш Бэтривера Кидаем фильтр Бэтсайз К банку От 0 до 0.45 До 45% банка Еще раз повторю Что обязательно Делать это не через запятую А через точку Потому что запятая Иногда не работает Следующий От 0 до 45 до 90 0,45 0,9 А, не переименовал, да? Бэтс Бэтс С, Д 0,9 1,3 Д 1,3 Бесконечно Проверим На всякий случай Соответственно Здесь Игрок ставит на терни Получает колл Переходит на ривер На ривере оппонент Чекает и фигачит Овербет 44 блайнда В банк 29 Еще одна Рандомная раздача Здесь ставка 41 блайнд В банк 9,6 Тоже барлинговая линия Она включает чеки На флопе Но мы их не задавали Мы задавали Что на флопе На терни На флопе И при флопе Может происходить Все что угодно Сегодня может быть даже мультивей У нас только на ривере Фильтра Что два игрока в банке Все Да Остается без позиции Соответственно Берем верхний общий стат Нажимаем клонировать И вставить Поменяем Цифру Тест 3 Тест 4 У нас было на ривере написано Что в позиции Значит мы находимся в позиции А оппонент без позиции Нам нужно поменять нас местами Стираем То есть если мы находимся без позиции То вилан естественно чекать не может Стираем То что вилан чекает Нажимаем там Что мы делаем ставку И меняем позицию на флопе На то что мы не имеем позиции К тем игрокам Которые сидят на нас Сохраняем Нажимаем тест Проверяем Соответственно Бет терна Игрок Оппонент коллирует И идет баррель ривера Еще одна раздача Бет терна Оппонент коллирует Идет баррель ривера без позиции Еще одна раздача Здесь тоже какой-то мультивей был Значит идет бет терна Оппонент коллирует И на ривере мы находимся без позиции Ходим первые И вот игрок баррель ривер без позиции В хедзап банке Как мы и хотели Все четко И точно так же Как на предыдущие статы Накидываем фильтры На сайзинг ривера Которые стоят по условиям Копировать, вставить Клонировать, вставить Переименование названия стата И фильтр на Соотношение ставки К размеру банка 0 до 0,45 От 0,45 До 0,9 И переименовываем Обязательно после каждого изменения стата Ну, перед тем, как вы собираетесь его закрыть, нажимать кнопочку «Save», чтобы ваши изменения применились. Потому что если кнопочку «Save» не прожать, то изменения не применятся. 09.13. «Save». Я по нескольку раз нажимаю уже автоматически на «Автопилоте». Так, это «D.E. 1.3. Бесконечность». Все, в итоге у нас получилась барлинговая линия в позиции, без позиции, с разбивкой по сайзингам. Ну, естественно, если хотите, можете дать дополнительные условия на структуру доски, на эффективные стеки, на линию предыдущую, каким образом она развивалась, если вдруг будет нужно. То есть можно добавлять сюда все, что угодно, все, что позволяет hand-to-note. Идем дальше. Здесь, значит, осталась работа с чеком, работа с фолдом. Первое. Нас интересует чек ривера общей в позиции, где мы находимся один на один в банке. Ну, соответственно, просто создаем стат, чтобы мы могли чекнуть в позиции, оппонент должен чекнуть за нами. Соответственно, на ривере сразу проживаем, что оппонент чекнул, и плеер чекнул, и в банке находятся два игрока, и это будет наш, ну, собственно, чек ривера в позе, который мы исследуем. Нам больше ничего не нужно, кроме того, чтобы написать название этому стату, тест 5А. Давайте дальше пойдем. Следующее условие. Это чек ривера в позе после того, как на терне мы баррели, после того, как мы баррелили терн. Здесь, соответственно, прожмем, что мы делаем ставку на терне, и эта ставка является последней, которую мы сделали. Перешли на ривер, на ривере находимся в позиции, на ривере играем в позиции чек-бехайнд. На ривере... В банке находятся два человека. Поменяем название стата. Сохраним. Поставим тест. Проверим, попадает ли все, что нам надо. Сусом и колбаскин. Поставил терн. Чекбэкнул ривер. Дальше. Леслу. Поставил терн. Чекбэкнул ривер. Аремос. Поставил терн. Чекбэкнул ривер. Дропсвинг. Поставил терн. Чекбэкнул ривер. То есть все, как мы хотели. Сохраняем. Сохраняем, закрываем. Идем дальше. Снова копировать, ставить, клонировать и вставить. Переименовываем B в C. На терне. Верхняя линия у нас была бетовая. Что мы ставили терн. Я его переименую. AfterHeroBotTern. Чтобы точнее было понятно. А тут нас ждет после чек-чека. Ну, соответственно, на терне пишем, что мы чекнули. И это наша last player action on the street. То есть, что после нас никто не сделал ставку, с которой мы как-то взаимодействовали. То есть, что мы просто чекнули. И после нас все остальные тоже чекнули behind. Если там кто-то был. Сохраняем. Нажимаем тест. Проверяем. Чек-чек-чек-чек. То есть, чек-чек терна и чек бихривера. Чек-чек терна, чек бихривера. Чек-чек терна, чек бихривера. То есть, все попадает снова то, что нам нужно. Сохраняем, закрываем. Переходим на блок, где мы находимся без позиции. Снова используем предыдущий стат. Нажмем клонировать и вставить. Поменяем маркировку с 5 на 6. На ривере, да, теперь нам нужно указать, что мы без позиции. Мы позицию имели. Сейчас позиции у нас не будет. Для этого убираем willion checks, потому что мы как бы первые чекаем. Первые чекаем. И ставим, что у нас нет позиции игрокам. Здесь такой нюанс. Если мы оставим этот стат вот так, каким образом, то будут происходить ситуации, где нам либо против нас сыграли чек бихривера, либо против нас сделали ставку, и мы с этой ставкой как-то взаимодействуем. То есть, и тут вопрос, чего мы хотим. Хотим ли мы, чтобы наш чек был, ну, диапазон чека, который мы в итоге получим, был чистый, или он был дисконтирован на чекфолды, на ставку оппонента. И как бы с какими-то целями можно одно использовать, с какими-то целями можно другое использовать. То есть, допустим, если меня интересует, ну, я, допустим, поле ресерчу или ботов ресерчу, меня интересует, из чего состоит их чистый диапазон чека бихайнд. Ой, диапазон чека без позиции. И для этого мне нужно проставить галочку, что это last player action on the street, что оппонент в наш чек точно ставку не сделал. Он чекнул бихайнд, и тогда я увижу чистый рейндж ботов, да, или там поле, или кого угодно на ривере без позиции, из чего он состоит. Если я эту галочку не прожму, из рейнджа чека вылетят руки, которые были сыграны через чек-пасс на ставку оппонента. Ну, и точно так же продисконтируются руки, которые были сыграны чек-рейс, если оппонент выбросит на наш чек-рейс. И, соответственно, это зависит от цели. В дефолте я ее не жму, но можно представить такую ситуацию, где хира чекает, да, и его чек последний, и где эта галочка нужна. Так, все, сохраняем, идем дальше. Чек без позиции после того, как на терне мы делали ставку. Здесь все то же самое, на ривере оставляем все как есть, на терне прописываем, что мы делали ставку, и переименовываем файл А в Б. Сохраняем, переходим на следующий этап. Чек ривера после чек-чека терна. Здесь меняем ставку на чек. Player checks. И ставим, что это last player action. Считаем, что мы не играли чек-кол, чтобы на терне был именно сыгран чек-чек. Так, переименовываем B в C, сохраняем, проверяем. Иванга. Check it turn, check it river. Stikes. Check it turn, check it river. Book run. Check it turn, check it river. И здесь вот из-за того, что мы не ставили условия, что наше действие чека на ривере может быть последним, попало в раздачу, где мы чекаем ривер, нам прилетела ставка, и мы выбросим. Ну, соответственно, мы здесь это не исключали сознательно. Так что все верно. Я здесь на прошлом статье сделал маленькую микроошибку. Я не прожал, что наш бет терна был последним действием на улице. Нашим, что нам на него не прилетел никакой рейс, и что, соответственно, мы этот рейс не коллируем, что у нас баррельного линия, где мы отказались на ривере от барреля. То есть мы ставили терн, и потом вот исследуем. Исследуем чек ривера. Так что прожмем эту галку. Так, и последнее, что осталось, фолды. Фолды. ББ, нижняя черта, тест. Какой там тест, я уже забыл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, седьмой. Седьмой. Нижняя черта. Значит, фолд на ривере, два игрока, оппонент делает ставку. У нас позиция, и мы выбрасываем. Плеер выбрасывает, и нужно указать только позицию, что у него есть позиция. У него есть позиция, он нажимает фолд, общий в позе. Нажимаем тест. Видим, что все раздачи с фолдами ривера. Кто-то поставил, вот мы выбросили. Снова кто-то поставил, вот мы выбросили. На любой сайзинг, на любых условиях. Сейваем. Закрываем, идем дальше. Фолд ривера после баррель терн. Не нравится мне условие баррель терн. Давайте переименуем. После кола терн. Здесь прописываем, что на терне оппонент сделал ставку. Мы ее коллировали. Наш кол последний player action. То есть мы заколлировали ставку на терне. На ривере нам летит баррель. Ну и соответственно, этот стат будет исследовать фолд на баррель ривера. После того, как мы коллировали ставку на терне. Ставим новую букву. Название стата. Сохраняем. Едем дальше. А здесь фолд ривера после чек-чека тернул. На терне не было никакого баррель нига. Все никакой ставки. Все чекнули. То есть мы чекнули. Player check. И это наш last action on the street. То есть нам после этого чека никто ничего не сделал. Все чекнули. Переходим на ривер. На ривере кто-то поставил. И мы сфолдили. Сохраняем. Переменовываем букву. Сохраняем. Мы можем проверить. Чек-чек терна. На ривере ставка прилетела. Мы сфолдили. Чек-чек терна. На ривере снова ставка прилетела. Мы сфолдили. Чек-чек. Ставка прилетела. Мы сфолдили. Попадает все, что надо. сохраняем идем дальше последний стат нужно in position переделать в out of position ну соответственно здесь выбираем что просто меняем настройку то есть оставляем что вилан бед он нас бедает а можно сделать это условием что вначале мы чекаем потом вилан ставит потом мы выбрасываем и не указывать здесь какая у нас позиция потому что ну если мы чекнули нам ставка прилетела но очевидно что мы не позиции не имеем в раздаче можно убрать player чек она наш player фолд поставить что мы позиции не имеем можно и так и так будет работать по идее одинаково тест 8 а сохраняем идем дальше прожимаем что на терне оппонент сделал ставку мою заколировали и это наш последний экшен соответственно на ривере оппонент снова ставит он баррель выбрасываем на баррель и нам здесь нужно а переименовать в бэм и последний после чек чека терна естественно стираем условия на терне прописываем что мы чеком это наш последний экшен на улице и осталось только переименовать переименовать и потестить последний стат тестовым значит чек чек терна на ривере ставка прилетела мы выбрасываем позиции у нас нету еще одна раздача чек чек терна на ривере мы выбрасываем и позицию нас нет чек чек терна на ривере выбрасываем позицию нас не работает давайте перерыв маленький пойду чеку сделаем а да давайте маленький перерыв пока подумайте если вопросы вижу крылов уже что-то написал и после брейка на 5 минут буду разбирать эти вопросы созданием статов чип чипа кум ему прим рама 5 минут брейк а Продолжение следует... 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 Вон... Продолжение следует... 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 у нас тут варианты через айди надо или это неправильно и что через плеер айди что-то плеер номер один плеер номер два ну ниже там есть такие вот плеер один назначить preflop raiser player id 1 да и назначить в фолд player id да можно до хорошим опциям я кстати никогда не пользовался извините а это точно порядок порядок определяет или это просто названием плеера я думаю что это назначение айди плееру чтобы указывать здесь одного и того же плеера но честно говоря это настолько ни разу не пользовался поэтому не уверен так ну и мы соответственно фолдим мы фолдим сохраняем проверяем рейс колл сквиз коллер сфолдил рейс колл сквиз коллер сфолдил ну соответственно есть вишал и на пошли до 25 блайндов 33 блайнда вопрос хотел ли ты сквиз на аллен или не не на аллен для того чтобы как-то кэпнуть размер сквиза в где вилэн да ререйзит все это дело третий да игрок можно было прописать допустим жестко сайзинг сквиза в блайндах или сайзинг сквиза относительно сайзинга предыдущего предыдущего оппонента вот в этой строчке но выглядит правильно да то есть везде здесь везде произошел сквиз и везде наш подчеркнутый коллер он везде выбросил никаких левых раздачки на него пола поэтому логика с с назначением айди игроку наверно рабочие все сохраняем есть у нас кусы ему нету тогда идем дальше последний стат самый сложный от бим бим брама ну как он не очень сложный просто условия в нем много папа нижняя черта азар 5 значит у него звучит так опан рейзер с ранней сингл рейс под combat флопа король хай с 2 плюс гэпом радуга не парный борт видимо получает колл ставит combat по терну на терне низкие карты не закрывающие стриты вопрос правильности написания стата открываем смотрим что написано статье написано что плеер рейзи то при флопе позиция ранее не указано забыла окна рейс ранний получает колл здесь наверно можно так сделать флоп сделаем ставку флопа прописываем что это last player action за стричь там рейс не получили это галка правильная на терне прописываем бед условия на флопе написано что на доске лежит король хайборд на доске нету трех спаренных карт нету двух спаренных карт и двух спаренных карт хорошо и на доске все три карты одной масти почему-то такого не было в тезе и на доске нету трех карт подряд трех карт с одним гэпом трех карт с двумя гэпами подряд нету двух карт скоординированных или двух карт загадных тут ладно и и нету почему-то на флопе хайкард 9 это вот не очень понятно что имелось ввиду под этим условием то есть если ты указываешь что у тебя король хайборд и потом ставишь условия что ну борт не 9 хай но не имеет но смысла и на терне выходит низкая карта ну давай попробуем создать стат на чистую под open race ранее значит player открывается на одной из ранних позиций ранее от лоу джека наверное да до лоу джека хайджек котов баттон уже считается поздняя позиция ну в кэше считается лоу джек хайджек ранее позиции которого баттон считается позднее новым тт обычно хайджек ну более позднее относится позиции потому что игра на полных столах идет не на 6 максах сайзинг опена ставить не будем не было его в т.з. находимся без позиции соответственно вилан заколировал здесь просто вилан вместо того чтобы писать эту галку с аутов пепплеер на нас можно просто вилану жестко про ставить позицию до баттона даже на скалирует не маленький большой blind а что на скалирует оппонент со со свободной а мы соответственно на ранний дальше идем на флоп указан что на флопе играет два игрока мы поставили combat флопа оппонент заколировал вилан кол здесь опять же можно вот плеер бет и галочку как было проставлено что это last player action the street а можно просто физически прописать что мы сделали ставку получили кол а и натер не делаем ставку натер не делаем ставку идем в флоп у нас король хайф лоб выставляем у нас король хайф лоб не парный не парный значит спарк нету указываем все спарки ставим на них отрицание с 2 плюс гэпом радуга радуга значит выставляем что все три карты разной масти с 2 плюс гапом с 2 плюс гапом такая интересная штука что здесь невозможно нормально среди вот этих вот card row in one gap control из ту гэпс указать то что тебе будет нужно с точки зрения какой то есть есть здесь есть небольшой конфликт между возможностями hand to note это что чем ты от него хочешь потому что например когда ты говоришь что тебе нужна доска с гапами ты с точки зрения hand to note сможешь ну то есть она hand to note доской с гапами считает когда карты идут подряд и между ними есть какой-то гэп то есть допустим король валет 10 вот карты идут подряд на между ними один есть гэп до доска с одним гапом а король 10 9 доска с двумя гапами соответственно между дам и валет ты хочешь 2 плюс гапа то есть ты хочешь чтобы расстояние было больше чем чем 2 то есть чтобы король и дальше начиналось минимум девятка но здесь есть новая проблема что вопросы насколько далеко должна быть третья карта отодвинут от второй и соответственно король 92 ну понятно тебе идеально подойдет под условию но вопрос подойдет ли тебе по условию у доска типа король 96 где шестерка будет от девяткой отделена две карты и вот в интернете ты это ну это будет выставить довольно проблематично поэтому когда мне нужно ну с точки зрения практики прописать доску с 22 плюс гапами да и которая король хай я прописываю условием на флопе откуда вы должна начинаться вторая карта то есть если у меня король хай доска и я хочу чтобы на доске не было гаджетов никаких гаджетов но с точки зрения практики да то есть нужно чтобы на доске не лежали горшоты по верхним картам то я и это король хай доска я сюда ставлю условия что вторая карта на доске начинается минимум от восьмерки это можно сделать условием вот флоп хай карта самая высокая карта доски и вторая карта доски и соответственно вместо второй карты на доске ставлю восьмерка и ниже ну соответственно между королем и восьмеркой нельзя будет образовать никаких никаких гаджетов и ну так лучше 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 всего отодвигать а то что нижняя карты какие-то между собой будут координироваться здесь ну например король 6 6 5 да вот низкие двиньские две карты они друг с другом координируются это как правило с точки зрения практики абсолютно неважно потому что карты на которые они ориентируются они не представлены в ренджах игроков полным весом то есть они как правило сбрасну то есть 7 4 до 7 4 образуется 3-дро но 7 4 она где позвоню при флоп рейдера не представлена где ползоне код колера она тоже обрезана со свободно она обрезана практически целиком даже у бб да у все то 84 они как правило тоже обрезаны довольно сильно большинстве случаев поэтому ценности координация по нижним картам как правило представляет намного ниже чем координация по высоким поэтому настраивать координацию я рекомендую именно по высоким картам на низкие забивать ну иначе ты просто себе очень очень если вот так жестко как ты хочешь чтобы и верхние три карты раздвинуты были и нижние три карты раздвинуты были но тебе только король 82 король 72 доски подойдут и больше никакие другие чтобы между ними нельзя было ничего составить так дальше идем радугу не парный борт все задали до король хай доска не спаренная все карты разной масти и вторая карта на доске на флопе от восьмерки и ниже объединяем все это в одно условие чтобы она работала дальше на черни выходит низкий низкий низкая карта не закрывающая стрит у нас на флопе так все было раздвинуто поэтому на черни просто укажем что на черни выходит низкая карта имелось ввиду наверно семерки двойки и по стритовости у нас нет здесь возможностям дать какие-то какие-то три стрит три стрит текстуры здесь тоже нюанс что есть возможность 43 текстуру иск исключить есть возможно 43 текстуру с гэпом исключить ну можем попробовать 43 текстуру с гэпом исключить но это не поможет избежать ситуации где у тебя допустим лежала король 85 и выходит шестерка да и соответственно доски образуется возможность иметь стриты через 9 7 через 7 4 и в хэнтону здесь то это не пропишешь никак поэтому с этим условием последним ничего не сделать можно исключить флэш и то есть вот по сьют нас есть карта что выходит третья карта к флэшу соответственно если флэш-дро было и флэш-дро не закрылась можно поставить как условия что она закрылась так и условия что он не закрылась и с ней поработать но со стритами можно только вот четыре стрит досками работать и и больше никак поэтому можно исключить столько стритоваясь на четыре карты ну исключим так ну и здесь соответственно все объединю извиняюсь это знаться вот там не получится исключить а через что вот через нацию на доске видишь нас стрит что может быть вот это вот это сила руки с которой мы делаем ставку с воздухом с хай-картой с парой с дро и с нацом соответственно если ты сюда задашь две пары сюда попадут только те раздачи где игрок с двумя парами сделал ставку по условию то есть это фильтр на силу твоей руки то есть она еще до суда она должна дойти это не представляет ценности этот блок в принципе не представляет ценности для исследования на базах закрытыми картами только с на базах с открытыми картами можно здесь какие-то фильтры поставить посмотреть там как игроки в школе сыграли с таким типом бурки по такому фильтру с другим типом руки по другому фильтру но на базах закрытыми картами этот блок недоступен целиком так сохраняем ставим на тест в тесте конечно вот так вот ничего не найдет потому что спот очень редкий забит а нет вот что-то нашло проверяем open call со свободной король 5-4 текстура поставили combat флопа на терне вышла спарка вопрос было ли в условии что на терне не спарка такого условия не было ну значит все правильно дальше король хай доска выходит низкая карта дальше король хай доска выходит низкая карта посмотрим можем ли мы здесь улучшить на флопея условия по стритам как минимум две карты с координированы и загрепаны наверное мы можем это сделать давай их поставим в отрицание и добавим к условиям еще раз прогоним тест ну чтобы совсем сухие сухие выпадали но есть сэмбла встала очень мало очень жестко снизила количество сэмбла в том что не чаще всего карты как-то же координируется то низкие вот что-то вышло король 62 до все раздвинуты нижняя тоже раздвинут и выходит тройка cb флопа пароль терна ударила жестко по количеству сэмблов opportunities 1 на 25 тысяч рук это довольно жестко ладо так теперь значит финальный вопрос как нам все эти статы засунуть в поп-ап во-первых после того как вы нажимаете здесь можно переименовать вкладку допустим назовем ее пб тест 1 нажимаем ok все сохраняется все что вы за за записали сохраняется сразу же такой нюанс это можно проверить работают ли статы и считаются ли они работали неправильно если вы каждый раз там тест не нажимали вы можете нажать build и эти статы вот которые здесь указаны в поп-апе они построятся на поле ну можно сократить там поле условно до игроков там которые сыграли больше тысячи раздач у меня здесь в базе таких такие таких нормально да допустим я укажу что больше тысячи раздач и соответственно на прошлой тренировке я сюда ничего не забивал когда вы сюда ничего не задаете просто нажимаете build на чистый стат объединяются ваши поп-апы которые уже построены в одного игрока то есть на всех как будто бы создается один большой алиас если в эти статы что-то забито то соответственно будут считаться будут считаться алиас будет вычитаться не они ваши поп-апы объединяться да уже посчитанная а будет считаться начинаться те статы которые забиты сюда то есть если я поставлю 1000 рук плюс и нажму build то по той базе которая у меня есть пока шпаку по кэшовой кэшовой базе могу выбрать кэш или мтт будут считаться все игроки которые сыграли больше 1000 раздач до них на всех эти статы посчитаются сейчас посчитала 100000 рук из 900000 которые в базе есть мне не нужно считать все я просто стопнул ничего мне не работает почему еще раз он тт работает чему-то кишине работает надо будет разобраться вот они все работают то есть они как бы все считаются ну вот понятным бимбрама до самое маленькое количество сэмплов относительно всех стат потому что спот очень-очень редки но они все все как-то все как-то работают теперь значит вопрос как нам их засунуть в поп-ап для того чтобы нам и засунуть поп-ап переходим на это окно где мы их редактировали edit нажимаем правой клавишей copy tab то есть копировать всю вкладку целиком либо можно там выделять те участки которые нужны просто нажать control c control в дальше идем закрываем этот раньше researcher дальше идем в поп-ап эдитер и переключаемся на там основной поп-ап который вы используете или или я использую но у меня здесь вот это пупу он ли play создадим копию на него онируем и здесь напишем например bb тест тест 1 нажмем сюда правой клавишей и нажмем паста тап и соответственно вот эти статы которые мы создали они перенесутся в новый поп-ап все остальное принципе все ненужное из поп-ап можно удалить если вам нужны только они то есть можно их создать новый поп-ап и оставить одной вкладкой либо можно там из разных вкладок соответственно скомпоновать то что вам нужно так я уже здесь создал копию я могу там без боли допустим по удалять то что мне здесь не надо там дэвид 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 dcit дэвид 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 соответственно у меня щас папа состоит из одного общего листа но этот вот pb test 1 и из тех стат которые мы создали из этих 100 которые мы создали и какие-то от сервисная статы которые не спросил убирать каких как будто бы тоже можно можно убрать этого не потеряем еще такой момент рекомендую красить значение стат через строчку любым цветом то есть через одну вкладку накидывать любой цвет чтобы комфортнее было не смотреть но чтобы визуал стат был понятен значит по вам создали сохраняем идем в типы игр у меня здесь на базе загруженные и руки с каша и руки сам тт соответственно я хочу посчитать этот bb test 1 в кэше хочу посчитать его в мтт нажимаю сохранить нажимаю чистить базу и нажимаю пересчитать базу и здесь если вы постоянно меняете то один по папку другой здесь вам всегда будут предлагать выбор до что вы конкретно хотите посчитать ну и соответственно мы будем считать этот новый которым стали который стоит из двух листов ну из трех листов сервисный статус основной там в пипа fr и вот то что мы вкладочка которую мы создали соответственно нажимаю ok найдет считаться тут 900 900 тысяч рук мне казалось что я статус уберу и будет читаться побыстрее но нет все равно считается 700 700 рук в секунду так что придется 15 минут подождать как он закончит если вопросы давайте пока отвечу на вопросы актуальный вопрос каким образом можем оптимизировать статы поудалять или что можем сделать чтобы быстрее считать допустим если мы хотим какой-то ну это сделать да то есть твой ресерч там допустим на ну на пару стат да ну во первых если тебе для этого не нужно создавать новую базу ты можешь на той базе которая есть сформировать алиас игроков и в рейнш ресерча посчитать статы с условием что они считаются только на тот алиас на который ты хочешь чтобы посмотреть какие они будут там то есть я сейчас не могу не могу не зайти в рейнш ресерч показать потому что считается база и если я зайду у меня залагает hand to note и мы сможем может крашенца но не хочу рисковать я при этом хочу чтобы она досчиталась чтобы показать что все работает то есть отдельные статы на отдельные алиасы в пуля ты можешь не перестраивать базы ты можешь их просто запихивать в рейнш ресерч как я запихнул попав сразу да ну внутри создавая статы и просто нажать что их нужно посчитать на определенный алиас там есть кнопочка сверху где ты можешь указать на кого считать это можно выбрать алиас что ты хочешь посчитать только на этот алиас есть баг с этой кнопкой что hand to note не воспринимает не индексирует ник если он закружен в базу последним то есть если ты создашь новую базу куда закинешь только свои руки на себя создашь алиас и укажешь в рейнш ресерч что я хочу на свой алиас посчитать какие-то статы hand to note тебе скажет такого игрока не существует до тех пор пока ты в базу не добавишь кого-нибудь еще и тогда твои руки проиндексируются и он будет их воспринимать как будто бы ты существуешь в 90 процентах проблем с тем что рейнш ресерч кого-то не видит это решается таким способом есть еще одна причина по которой может так баговать но она мне неизвестна ну то есть меня были случаи когда в рейнш ресерч люди указывают алиас еще то hand to note не видят эти алиасы в упор хотя они существуют вот так что чтобы оптимизировать то можешь просто через рейнш ресерч прогонять можешь сокращать размер баста как я это сделал допустим вот у меня здесь выгружены сюда только некие из наводки из кэш из мтт и в базе только их там 900 тысяч рук но соответственно такая база считается быстро то есть да какой поп-ап не загони но будет там 300 300 300 раздач в секунду до скорости или 200 раздач в секунду но все равно час займет два часа максимум полтора часа это очень быстро вопрос этот стат также можно в игре использовать по мере серче да если ты что-то создал и построил и засунул себе в папа заснулся попав начали потом построил то конечно ты можешь его использовать в игре то есть в этом как бы и суть она создавать кастомных статов чтобы потом их с разными целями использовать для начала нужно научиться и все создавать так на эти вопросы можно ответить крыло вопроса по курсу если выявленная закономерность почему может крашиться база после нажатия кнопки кнопки теста там ну наверное у тебя там что-то с чем-то конфликтуют очень сильно и стат написан неправильно и он крашится из-за этого вообще как эту нот крашится по разным причинам то есть он может крашиться из-за того что в оперативке не хватило в какой-то момент он забился и помер может крашиться в реплеере крашится с при переключении с одной раздачи на другую у меня были краше когда он по каким-то причинам при плеер его перегружает и когда ты с одной раздачи переключаешься в другую происходит подлак там на 2 минуты если ты в этот подлак будешь что-то делать он крашится а не ждать пока он закончится так что ну третий как бы вот баги в нем есть из-за которых он крашится но здесь я думаю что после нажатия кнопки теста просто какой-то конфликт происходит статья который ты создал и крашится а так вообще большинство крашей связано с наличием недостатком оператива или какой какой-то каким-то слишком крупный к слишком крупной задачи которую текущая оператива позволить не может то есть надо просто сокращать объем задачи тогда второе если возможность хэнту ноута поменять временной период по папах в уже посчитанной базе или такая возможность есть только в отчетах нет такой возможности нету тебе чтобы менять временной период по папах тебе нужно под каждый временной период создавать новую базу и туда грузить конкретно руки того временного периода который ты хочешь тогда ты сможешь разделить иначе ты не сможешь разделить как ну там можно конечно есть кнопка при построении посчитать базу только за последние три месяца или только за последние шесть месяцев главном окне ханта ноута но она тебе предполагаю что мало поможет в базе одной базе может быть посчитан только один папа ну он конечно может состоять из там под под вкладок да как я показывал но только вот один одно ядро может быть почти не может быть посчитано три временных ядра разделенные друг с другом это как бы разная база а по статам вин на шоу дауне и вон шоу дауне это статы которые видишь это сложный стат который состоит из нескольких простых то есть выигрыш на шоу дауне это что это количество побед игрока после того как он оказался на флопе то есть тебе нужно прописать что он на флопе сделал любое действие совершенно любое и после этого действия победил и нужно посчитать количество таких ситуаций соответственно нужно взять каунт от количества действий которые у него было на флопе раздач который у него было на флопе дальше тебе нужно взять стат точнее и стата функцию те в инструкции открою функцию вон хейт кейс из от этого же самого стата который ты создал и ну соответственно разделите друг на друга то есть количество выигранных случаях по отношению к ко всем остальным то есть вот вон и шоу даун до формула здесь немножко не такая которая тебе нужно да а ну или в принципе такая то есть чего-чего-чего только на послопе взял даст при флоп все начинается так что на при флопе любой action который произошел количество случаев деленное на калий количество победных случаев деленное на количество общих случаев когда эта возможность сыграть любую кнопку было то есть я нужно создать два простых стата точнее один простой стат это любой action на при флопе до или на флопе если тебе нужно конкретно с флопа и взять две функции отсюда вон хэнд кейс из и в эту в эту шаде кейс из и поделить одно на другое и это будет называться сложным статом он будет называться вон от sd что закон почему так медленно считает скорость почему-то постоянно различается расчет возможно потому что я запись видео пишу поэтому скорость расчета нюшку упал если в банке 5 блайндов оппонент ставит два блайда can bet и мы хотим заразить сто процентов банка сколько бы бы это в хэнтон от в рума кнопку под бета также работка процентов хэнтон от нет работает не так же в румах она работает как кнопка под бета работает как то что ты доставляешь ставку до кола то есть в банке лежит 5 оппонент ставит 2 ты доставляешь 2 2 и суммарно банки получается 9 планов и дальше ты повышаешь на сумму вот этих вот 9 блайндов то есть ты поставил 2 и ты повышаешь на 9 то есть ты стоит рейс под бетом вот в кнопке рума да под под флопе будет 11 равен потому условию которым написал фанту ноуте он будет равен 7 то есть хэнту ноуте под бет это просто сумма которая лежит в банке и которую поставил оппонент до того как ты сделал какое-то действие это хэнтон читает потом то есть по правилам рума будет 11 по правилам хэнту ноута под бет это будет 7 квадрат фиата переоценен нет квадрат фиат не переоценен это кастомные статы с которыми надо работать у нас тоже такие есть кастомные статы с которыми с которыми надо работать которые ну как бы если ты с ними не знаком они для тебя ты не понимаешь как значение с этих статов интерпретировать но если ты права сделал любой кастомный стат который обозначает вообще даже не важно не важно что он обозначает просто какая-то функ какой-то сложится сложное сложное вычисление между простыми статами и ты увидел какое оно у таких-то тайтовых регов и лузовых регов там нитовых и нитовых у разных групп регов у фишей сделал выводы ты понимаешь какие параметры соответствуют каким характеристикам ты его за столом можешь применять смело у нас тоже такие статы есть допустим это ну не в хэнту ноуте допустим это винрейты в холду менеджере в маленьких банках в средних банке в крупных банках где мы допустим понимаем что винрейт в крупных банках должен быть там больше чем 150 на 100 если у человека он ниже допустим 30 на 100 или 50 на 100 означает что игрок крупных банках переигрывает он либо коль слишком много либо он блефует слишком много то есть что-то он там делает более лузова чем все остальные и наоборот если он играет в крупных банках слишком высокий допустим 300 бы на 100 но это наверно нет который выбрасывает слишком много которые блефуют слишком мало соответственно можно как-то применить то есть задача здесь в курсе написать так столько кастомных статов сколько возможно понять какие характеристики на эти кастомные статы у поляны какие характеристики у ботов какие характеристики у регов понять чем боты отличаются от регов чтобы в конечном итоге прописать в range research какой-то бот файндер который будет искать ботов в поле которое будет отличаться от всех остальных от в этом как бы задача состоит ладно тут 12 минут 12 минут посчиталось давайте стоп ну хватит ждать андрей вопрос еще привет скажи по каким параметрам мы оцениваем поле это все это ты имеешь ввиду ну смотри вот это как угодно но смотри вот у меня вопрос какого характера смотри мы хотим ну то есть найти закономерность то есть чем отличается бот от поля да ну допустим это написали ты говоришь там кучу стат различных да и смотрим заресерчили поле заресерчили там alias например который дал ботов да и смотрим вот они отличаются тут тут и тут поле как просто все игроки или так ты можешь взять и поля как все игроки а можешь среди поля выделить определенная группа игроков можешь школу отдельно выделить можешь по выносу флор разбить можешь там по еще пор пипы разбить посмотреть и взять какие-то вот группы которые похожи друг на друга чем и посмотреть в чем от них отличие чем больше того что процент у нее быть ограничены ну как минимум надо посмотреть поле просто как минимум в идеале посмотреть и других шесть ядер 2 как а база 4000 4000 рук в секунду ну наверно ты считаешь пустой попап с такой скорость предположу что статусе а внутри там нет ну либо там пару статус поставил сейчас он засейвится можно ли сказать что способность поиску ботов прямо зависит от уровня игрока который я вчера на первой презентации сказал что есть три скилла скилл работы с hand to note скилл понимания фингерпринтов стратегий и скилл описание того что ты хочешь в research таской статах и эти все три скилла должны совмещаться то есть чаще всего бывает что чувак допустим высоко скиллованный который понимает как выглядит солверная стратегия понимая как выглядит человеческой стратегии понимает как выглядят там стратегия поля он не умеет работать сcęутно там он не умеет создавать раньше все очень наоборот какой-то статодел кто хорошо умеет работать с han to note там он не понимает дизайн стратегии в покере и а для того чтобы искать ботов нужно чтобы все эти скил и они совмещались в одном человеке ответил на вопрос или нет да очень важно ну то есть хотя бы принципов базовых потому что это как бы начальная . такая то есть как на играть надо а как играют боты а в чем разница а можно ли эту разницу описать статами можно ли по этой разнице их вычленить из пулы игроков а если они с кем-то совпадут с какими-то другими легами как хота этих легов отделить и соответственно написать еще один еще и еще один запрос который будет и от регов отличать я ссылока вопрос можно да да я мне интересно насчет ботов то есть их идет закупка как в открытом исходном коде и их уже устанавливают то есть как именно они выглядят мне интересно именно их модификации какие существуют я думаю что у них закрытая компания которая 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 ты не войдешь либо ты попадешь по инвайту в открытом доступе ты хороших ботов не купишь они будут просто плохие которые выигрывать не могут то есть нету подключения никакого до к ним посмотреть что это нет нет у меня там есть типа через пару знакомых какой-нибудь знакомый который там работает но ничего не отдаст то есть через нам два рукопожатия можно кого-то найти я понял вас в массе мыши так значит посчитали открываем курсом тт наводка у нас здесь вот общие статы до которые посчитаны были на листе и наш лист который вы посчитали соответственно за уходим куда угодно допустим баба баррель ривера в позе один-на-один то есть здесь стат до зная которого значение 60 60 процентов и соответственно все его характеристики с которыми можно работать к откроем можно подавать обращение то есть количество выигранных рук винрейт action profit количество кейсов до количество opportunities даже можно оборачивать насколько я помню эти проверим до opportunities есть то есть ну условно говоря если вы нашли spot который у бота возникает раз из пяти тысяч ну нет не пяти тысяч давайте раз из там 500 случаев а у людей он возникает раз из там трех тысяч случаев или раз из пяти тысяч случаев ну то есть потому что люди не попадают в эту ветку а боты в эту ветку попадают там в три в три в пять раз части это можно использовать для их поиск хотя я не использовал но опять же пространство методов которыми их можно детектить она очень 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 широкая но для этого нужно хорошо изучить их стратегию вот собственно типа пап наш который мы создали он почитан единственное что почему-то бим бим брама вот с этим условием последним что на флопе карты не скоординированы попало почему-то очень очень мало сам так что это условие последнее наверно надо надо убирать потому что она просто все доски срезает практически так и в кэше у нас там что-то не считалось до боговала в раньше серче посмотрим посчиталось ли на папах на папах все прекрасно посчиталось кроме стата бим бим брама 100 стата бим бим брама просто надо видимо последнее условие вырезать давайте это сделаем что она но очень много срезает вот это вот да две карты две карты рядом или две карты с гэпом группы у меня все все отрицания слетели значит это удаляем карт 72 была на стрит и ставили отрицание король хай на спарке ставили отрицание все карты разные сьют овости и все остальное просто объединяем все и будет нормально самков я извиняюсь и варусь а вот смотри вот здесь сверху при флоп и бэд сайзинг вот этот бэд сайзинг относится к нашему конкретному стату правильно то есть и мы там можем да вот на эту кладку и нажать если здесь прописать там очень много параметров это конкретному этому стату мы можем прописать наш бэд сайзинг на всех улицах честно говоря я этим ни разу не пользовался поэтому не могу сказать что означает но по бэд сайзингом я видел вопрос я могу объяснить интересно здесь да к этой статье ты сейчас можешь написать сюда любые сайзинг и час настройки в hand to notes и так ну там где ты бэт сайзинги прописываешь в самих настройках and to know а можно в самой статье прописывать и когда ты прописываешь самой статью то приоритет чтобы не по кастом разделились да там да смотри у тебя вот ты можешь например написано у тебя вот есть настройки в hand to notes и ты там пишешь ну там кучу различных настройках вот открой настройки попробуй тут открой 3000 окон 3000 окон открыть закрыть могу этот файл скинуть стандартность ну да вот вот тут все настройки в хэнту то есть он по дефолту будет попать и показывать вот эти вот статы но если на стату будет прописано сайзинге то он по дефолту будет брать не эти настройки а настройки все которые написаны как раз вот эта диаграмма да 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 я открываю допустим combat флопа да и он у меня здесь разбит от меньше 25 от 25 до 40 40 до 60 как вы стоит в стандартном настройке бассайзинга в самом хэнту ноуте но если я там внутри пощупают я могу вот это дефолтное разбитие разделить по-другому именно на какой-то конкретный стат который там зачем-то нужен но чтобы с ним работать в раньше ресерча тебе каждый диапазон нужно вычленять в отдельный стат чтобы тебе можно было по нему что-то посерчить посерчить его количество потому что иначе сейчас это просто стата внутри стата с которым можно работать сложно сказал да да блин ну поймёте поймёте начнёте работать поймёте тут и такое дело что просто нужно нужно нарабатывать опыт и чем больше нарабатываешь тем больше открываешь для себя функционалы и вещей которые здесь есть могу этот стат давайте я в гайды скину править файл отец по кругу файл из в конфиге дал лежит где-то в годового его соответственно нужно вставить вот цепь файл из контур нас конфиг бэтсайзинг cg2 если у кого-то нет стандартного файла с разбитием по сайзам можно его использовать второй момент здесь есть стандартное разбитие по текстурам флопа но я им тоже никогда не пользовался и ну я не нашел ему применение практического не с точки зрения работы над игрой не с точки зрения там серчинга ботов но по-хорошему внутри каждого стата допустим там combat флопа вот здесь вот пишется ожидание рук категории рук разных которые у нас были ну которые которым у нас есть доступ которые которые вышли на шоу даун которые мы увидели открытых базах не можно работать так такое же разбитие можно сделать здесь вот рядышком по текстурам где будет просто показан винрейт 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 по текстурам сейчас выведен винрейт по сайзингом винрейт по категориям рук ну винрейт по текстурам если вот в статапе раз его пропишем не статапе раз то в папа пан статс борт groups но они соответственно будут ну и пользы для них я не нашел поэтому вот этим я не пользуюсь хотя одну какую-то наверно пользу можно найти но опять же это будет работа с базами с открытыми картами да где где вы анализируете винрейт и потому что это все будет сразу привязываться к инрейтам ну или до деле доступу к руке которая была сыграна на конкретном борде или глупый сказал да хочешь не только это это еще и разбить и вот здесь вот по слов диаграмма на группу такую можете взять по папа а у питана ну все пошло заговариваться раз топать 3 на 2 часа разговариваю вот это послов диаграмму можно написать питану spin coin support и попросить группы рук мы их называем внутри себя на флопе на тернии ривере чтобы категории наших рук отображались нормально но вот сюда на бок доски выводить я все равно думаю что это бесполезно такой пользы от этого нет забыл показать забыл показать эту штуку с алиасами да значит допустим мы вставили сюда какой-то pop up и мы хотим его посчитать я могу здесь указать что я хочу посчитать на всех то тогда будет руки от нуля до бесконечности на кого я считаю могу в экспрессе написать любое условие и тогда папа будет считаться только на тех кто попадает в какое-то условие с тем велью там со всеми значениями которым можно можем записать а могу сделать ход конем и нажать алиас и в алиасе выбрать выбрать курсом тт наводка 12 ник у меня есть нажать rebuild и тогда у меня вот этот поп-ап который сюда забит внутри он посчитается только на некий которые состоят в определенном алиасе ну и так соответственно можно что-то досчитывать на какие-то группы ников или группы регов не перестраивая базу целиком а просто запихивать статы вот сюда вот в эту вкладочку через хоть хоть даже там через control c control v и соответственно подсчитывать на конкретных людей там себе куда-то в excel переносить сохранять результаты переписывать которые нужны с ними работать если есть вера я возможности вайта к исходному коду какого-либо бота то можно чуть формула скрипты макрос для создания попавка вы пошли выдавать нужный список игроков блять ботов очень долго что на руку но такого нет такого нету я конечно посмотрел и хотел купить но там было что или не предлагали какого-то бота купить и вроде как он дал мой контакт чтобы не писали я бы купил посмотреть такое только толкового чтобы выиграл что-то не просто не то выиграл интересно сколько это будет стоить то скорее всего хорошего скорее всего примерно но я кстати уверен что среди людей которые вот сейчас на этом курсе есть хотя бы один человек который связан с ботами и он следит за нами надеюсь что есть они почувствуют свою свою без перспективность своей работа мы тебя найдем так ну вот собственно статы посчитались только на группу ников на групп ников ботов которые были внутри ну и с ними здесь можно их значение или значение переписывать в excel так же как вы переписываете с папа по в любых дайну или себе в какие-то заметки и точно так же можно на них наводить и смотреть что там внутри что там внутри чего состоят ржи какие частоты получаются опять же чтобы чтобы создавать фингерпинт ладно на этом все давайте будем закругляться два часа сидим спасибо всем что пришли много вас спасибо до свидания